Когда все подготовительные этапы пройдены, участники приступают к выполнению конкурсных заданий. Первое – это подготовка стресс-интервью. Его специалисты региональной сети центров по предоставлению государственных и муниципальных услуг составляли на основе выбранного ранее билета. Плоды своих стараний конкурсанты представили экспертному жюри. Кто-то говорил конкретно по своей теме, не отходя на юмор, кто-то наоборот, с юмором всё это исполнил. Я больше, наверное, по теме это всё делала. То есть не уходила далеко от своей темы, рассказывала по делу, что было, как это всё делалось, что в итоге получилось. Серьёзный подход к делу пригодился Ольге и при прохождении тестирования. Это было второе задание финального этапа конкурса «Лучший центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг». Вопросы сложные, однако каждый составлен по аналогии с привычной трудовой деятельностью специалистов МФЦ. С испытанием девушка справилась. Её компетентность подтвердила жюри. Ольга Марникова заняла первое место в номинации «Лучший универсальный специалист» и уже в следующем году представит Ульяновскую область на Всероссийской площадке. Это сложные задания. Специалисты у нас универсальные. Рассматриваются разные блоки и федеральные услуги, муниципальные и региональные. Задания не повторяющиеся. Далее кандидаты вытягивали вопросы. В каждом вопросе было пять категорий. Категория – это те жизненные ситуации, те задачи, с которыми они встречаются еженедельно при приёме граждан. Это знания административных регламентов, государственных и муниципальных услуг. При выполнении задания участники полагались лишь на собственные знания и опыт. Подглядывать в мобильный телефон или в другую шпаргалку запрещено. И это не единственное требование. Ответ на вопрос по билету не должен превышать пять минут. Подобная практика пришлась по душе специалистам. Многие сошлись во мнении, что повторно пройдут испытания в следующем году. Это очень интересно. На самом деле для меня это большой стресс. Но стресс – это двигатель прогресса, это расширение каких-то своих возможностей. Поэтому я считаю, что нужно не бояться, нужно себя пробовать, преодолевать себя. Ксении получилось себя преодолеть и показать свои знания во всей красе. Девушка заняла третье место. Как отметила участница, это хороший старт для будущих побед.